привет ребята мы с парнями решили собраться у меня поиграть покерок и поговорить о великом об экстриме и не только но потом решили заснять это дело на видео посмотрим что получится может что это выйдет интересное оставайтесь с нами и брат хочет могу сказать это все шоу это все очень жестко это все шоу карты как в принципе как бы ну это просто все шоу шоу на котором бабло короче да по сути дела короче что что сделал короче как объяснить хабиб это малый блог он выступил и он победил вот и все в то плане что макгрегор короче это больше шоу это все временно но он тоже крутой да все они крутые честно просто я даже не огухо нормально не пошел 6 лямов в кратче зашел то что получил хабиб послуха смысле ладно и так давайте давай 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 будь то не повышать ты не повышает нет все принять чек опять 25 так ваш спорт я сомневаюсь немножко ну давай в самом начале пофиг не жалко я все старый ты хочешь конечно можешь дано это будет это ты можешь сразу же выйти так ты либо еще полтинник либо пас полтинник конечно все скрывать две пары троек и да у меня пятерки надо кроешься окей ладно поехали дальше первый тур прошел вот отлично давайте поговорим про парки про скейт-парки реально в москве бум строительство скейт-парков там их дофига ну-ка выстроить да и прямо просто попали как в каждом районе там там района дофига в отличие от питера там по два по три уже просто перегарды не стесняйся но и питере как будто что вообще думаете про питерские парки какой самый лучший парк питере по твоему виден на парк трехсотлетия даже ну принципе да павла то нет парк трехсотлетия строил короче ну я не строил конечно короче но я приезжал туда конечно халк раньше работал в керамо кстати говоря я работал в керамо давно еще было время в начале когда вы там вообще только только все началось мы там работали но мне кажется тут в принципе одно мнение может парк у нас только треха получается тоже 3 я могу сказать нет на самом деле я не я не могу сказать я не просто для меня короче контурный парк это круче всего что потому что ну честно короче я тоже я тоже катаюсь но я конечно вообще ну я не в теме честно не в темно в общем я не знаю я не нам слишком мелкого для бы миксеров не кажется ну а ты очень хорош хорош она вам не от нет просто брат смотри короче но в том плане что мы погромче с китборд короче бимикс ты вообще разные штуки на и в том плане что нет я уже бивись скейтеров просто для всех что-то разное да в блин сам нужно короче радиусы нужно всякие штуки да погромче по дать кетера короче нужны Ну вот я не знаю, короче, я скейтер, самый лучший скейт-парк. А Веденская? Веденская, братан, первую Веденскую построил я. Первую Веденскую, короче, Веденский скейт-парк. Деревянная. Деревянная, да, построил я. Личная, короче, с Демагогом, короче, и с Громычем. Мы втроём построили этот Веденский скейт-парк. Вот такая штука, короче. И там снимали, ну, разные штуки. Ну что, я чек. Чек. Чек-герой. Чек, да? Чек, так, да, окей. Чек, так, да, окей. Чек, окей. Следующая карта скрываем. Так в чём у нас? Деньги. Ой, спадал карты. Чё дальше-то? А, ты говоришь вообще. Против Сауи. Давай, давай. Ты первый начинаешь вообще должен. Ну давайте 50 ещё поставим. Красавчик. Мне опасно. 50 тысяч рублей, да? Давай, брат. Мне ещё 100 тысяч. 125. Тебя надо доставить ещё, короче... Ну да, мне ещё 100. 75. Ну да, мне ещё 100. Играешь? Да, да. Всё, окей. Поехали дальше. Да-да, ты пока смотри. Я так поснул. Это вы смотрите, потому что я не врубаюсь. Ты поснул. Мне везёт всегда. Ты можешь ставить. Ставить я могу? Нет. Я могу сейчас перевернуть и начну сказать, что вы все проиграли. Ну мы уже пас. Мы уже проиграли. Вы все проиграли. Я ведь тем временем... 75 он поставил. А что ты играешь, нет? Сейчас посмотрим так. Конечно. Это не твоё. Это не твои фишки. 75. 200 ставлю. 200. Серьёзно, у меня похуй. Честно с вами. Насилу, да. Чёрт, у тебя, блядь. Я жёсткий. Ну всё, окей, скрывайте. Всё, скрываешь, да? Веру скрывай. Смотри, двойка, блядь. Всё, я выиграл. Ну да, забираю. У меня там ничего нет. Я выиграл на пары, а не всё. Я выиграл. Ребята, играете нормально. Нормально играть. Нормально играть. Да, вот, ладно. Везде, да, везде, да. Я тебя подтверждаю. Собираю. Всё, и всё. Я больше не играю. Всё, ребята. Про парки, про скейт-парки. С тебя, короче, 100 рублей. Тысяча рублей. С тебя сотка. С тебя, короче, всё, я выиграл. В общем, мне говорят, что в Питере ставят больше парк для скейтеров уже давно. То есть я хочу заработать. Не зря сюда приехал. Как? Окей, дай сказать всем, как вот человек говорит. Пошу, пошу. И так, на самом деле, реальная, действительно, тема, что Моисей является бы мысером, а он как будто больше строит парки для бы мысеров, да, типа, всё-таки. А ребята из Авкерамцы, они бы скейтеры. Изначально Фёдор Тихомиров у нас вообще был прорайдером, Куралтай, все скейтеры, поэтому они строят скейт-парки больше для скейтеров. Ну вот. Всё, можно кататься и там, на самом деле. Ну вот. Ну, потому что они, короче, уже вывели эту штуку на такой уровень, что они могут строить и для всех. И они это так и делают. Ну, они разбираются в скейтбординге, правильно? Да. Хорошо разбираются. Понимаю, что нужно для скейта. Сами, потому что катаются, я имею в виду, поэтому они разбираются, что вот для скейта нужна такая-то пирамидка, вот такая-то пирилка. Ну вот. А с BMX'ем у них сложнее, как для BMX'ем у них есть такие ребята, как Костя Андреев. Я могу сказать честно, короче, они, блядь, всё нахуй, блядь, ломают постоянно. Ну, потому что, блядь. Ну, не-не-не-не, я не против. Грани разламывают на московской, на самом деле. Есть. Ну, как бы, я не против на самой этой штуке, вообще. А на скейтинг тоже подвесками вашими, как бы, железными. А, то есть, нашими, да. Да, потому что скейтеры, ну, в этом смысле, роллеры самые, вообще, как бы, прилежные, как бы. У них эти пластмассовые штуки, мы вообще ничего не ломаем, как бы, приезжаем. Приезжает скейтер сначала своими подвесками, а потом приезжает BMX-3. Вот они все на нас боятся, что скейтер ломают, да, потом роллеры приезжают. Вообще, да, мы только следы оставляем. Только натирают, а нифига нифига не натирают, они ломают тоже, короче. Так, на самом деле, многие не знают, кто такой Артур вообще. Это, да, я понимаю, что администратор ВОП, World of BMX. Скажи нам немножко, как появился вообще этот паблик, потому что многие-то уже просто, ну, как бы, узнали о нем, как бы, по факту, да, пост-факту, что он уже есть, но вот, и вот там уже много подписчиков прямо вот. Ну, типа, да, понятно. А как, ну, изначально, как это все появилось? Был какой-то чувак, ну, не какой-то чувак, его зовут Коля. Он подумал, блин, что-то мало пабликов по BMX. Решил создать паблик. Что-то попостил, 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 а потом отдал его в руки, короче, Ване. И Ваня уже, типа, взялся до него, начал нанимать людей, начал это все серьезно выносить. А сам удалился, типа? Я вас всех, по ходу, выиграл, так что, как рабочих тоже выиграешь. Нет, он не удалился, он просто подумал ему день заниматься. Вот. А Ваня продвинул этот паблик, то есть он уже занимался СММ и прочим, и вывел его в топ-1. А дальше уже просто… Ну сравни, откуда появилось такое большое количество подписчиков? То есть там… Со временем. Мы знаем алгоритмы ВКонтакте, мы знаем, как это работает, у нас у всех опыт есть, то есть там профессиональные люди работают. То есть все люди думают, что там какая-то дичь постится, которая просто… Многие считают, что там накрученные подписчики, что там типа… У нас самый большой процент живых подписчиков среди бейдингс пабликов. Откуда ты это знаешь? Статистики. Откуда ты знаешь чужую статистику? Ну, можно смотреть, есть всякие приложения для этого. Чтобы смотреть чужую статистику? Да, можно, конечно. Там до хрена разных приложений, чтобы вообще развивать паблик. Витя, вот ты не про шаристы, походу. Это очень сложно, на самом деле. Да, бланец. За меня, да? Мои девушки сейчас игру, не знаю, честно. Знаешь, ставлю, ставлю, не ставлю. Что пойдет, то не пойдет. Знаешь, типа выиграл, выиграл, не выиграл, знаешь? Да я понял. То есть, короче, в дожди, а… Как ты появился в этом паблике? А, я раньше рисовал мультики. Решил нарисовать мультик про боемикс. Может кто-то даже знает такие алты есть. Это дизайн, дизайн, да? Нет, я просто фанился на ютубе, в принципе. То есть, тебя как внесли? Я сделал мультики по боемиксу, несколько штук, потом несколько мемчиков для них, они поняли, что это очень годно и взяли туда редактором. А потом я остался единственным редактором, потому что остальные выходили, когда времена стали тяжелые, так сказать. И в итоге выиграл паблик. А в итоге Ваня Текаболь тоже что-то подзамил? Ваня вообще прохохнул. 25 мая с этого времени его никто не видел. Кто-то похитил походу, не знаю. То есть, никто не знает. Была жесткая история, короче, я пришел работать с поваром в ресторан. Знаешь, что говорят? Повар, короче, пошел домой, пропал без вести. Ну. Не вышел на работу. Даже менты, короче, ну, в паевой искали. Все, все, всех уже. До сих пор? Да, такое было, знаете, честно, короче, месяц прошел, я там работал, да, не нашли, месяц не находили. Ну, может, там спрашивал. Теперь за меня. Спасибо. Нужно ехать домой, короче, у тебя. Уже? Да ты ставь больше просто, вылетай. Это мои подарки. Ты немножко расскажи про Алдов. Про Алдов расскажи немножко, Халк. На самом деле, интересно. Что? Алды. Алды. Ты там с кем-то начинал кататься-то вообще? Кто там из старых? Ты же в Imagination, да, был? В каком-то? В Imagination, да. Он повысил? Ну, со всеми, короче, старыми. С футболскими ребятами, короче, с питерскими. Ну, вот. Ну, четыре надо добавить просто. В общем, мы катались, короче, на этом. На... На... Славе. Ага. В скейт-парке, который построил Фёдор. И Куаллтай. Это было в 2003-2002 году. То есть, ты катался твой первый парк, который построили Фёдор и Куаллтай? Да. Да. Да, 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 да. Конечно, конечно. И Фёдор и Куаллтай, это вообще мои друзья, вообще. Просто изначально. А ты сейчас парки строишь вообще? Не, брат, я здесь не строю. А он сейчас, да. Я работаю поваром, короче, поваром. Блин, ты там ночью не ходил, наверное. Опять карты, что за... Сейчас, сейчас. Ну, ты пропадешь. Ну, как тот повар. Это же жестко. Подожди, а ты скатаешься на скейте уже, это правильно понял? Слушай, ну я раньше катался на скейте. А сейчас? Да нет. Сейчас, короче, не катаюсь на скейте. Честно. А чё так? Ну, потому что... Так, сейчас, делай все еще, да? И, знаешь, всегда ты можешь кататься на скейте, да, честно, как бы... Не в том, что я не могу кататься на скейте, да. Я не катаюсь на скейте, потому что определенные условия у меня в жизни, короче, да. Я понимаю, что если я, например, работаю поваром, короче, да, у меня руки, ноги должны быть стабильными. Если я, например... Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, я понял. То есть, я сейчас сломаю руку, всё, брат, всё. Нет работы, нет. Ты как, ходишь или чё дальше? Я даже не знаю, где мои фишки. Вот, вот, твои фишки. Всё. Так, вот, чё, вы меня отработали, что ли? Давай, смотри. Всё забрали, да, блядь? Посмотрите, чё там. Вы, походу, меня обманули, блядь. У меня было куча там. Давай, 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 ходи чё там. Камера всё видит, да? Ходи, ходи. Ходишь или нет? Не ходи. Серьезно, потому что камень на камеру, да? Бам! Вытащили, да? Нормально. Ничего там. Всё, соточку вставил, хорошо. Соточку вставил. По сути, да? У меня было много, камера всё видит точно. Пас, ты, как бы, даже не будешь с ним играть? Давай 500. Всё, ты у кого забираешь, прикинь, всё. Вот так вот и бывает, да? Потому что немножко подрасслабился, бам, всё забрал. Короче, ты испугал, говоришь, всё, уходишь, уходишь. А тут раз, как бы, ты нифига не уходишь. На самом деле так, я держу. Так, сейчас посчитаю. Сейчас лям. Два ляма, три ляма, четыре ляма, короче. Всё. Короче, давайте теперь поговорим, да. У меня, как бы, реально интересная тема. Брата, слушай. Как начинал, как бы, Ярик? Брата, смотри, подожди, секундочку. У тебя, короче, налички нет, на карту не доведёшь. Хорошо, случилось. Короче, как начинал, как бы, вот, Ярик? Ну, реально тоже. Всегда, как бы, реально было, хотелось брата, который тоже бы со мной катался вместе. Но, сколько, значит, тебе 16, а брат твоему? 29. 29. То есть, как бы, такое, достаточно нормально у вас. И... Сколько лет назад ты начал кататься? Примерно два с половиной года. Ну, два с половиной года назад, когда, во-первых, почему не раньше, когда у тебя такой крутой, как бы, типа, брат, который катает давно, почему бы BMX у тебя появился так поздно? Брат не разрешал, потому что ты опасный был. Ну... У тебя BMX не появился ещё, там, лет 7-8, когда, там, брат гасил, там, по полной. Ну, у меня папа был всегда против. Ага. Я занимался другим видом спорта. Брат... То есть, папа был против, и то, что брат занимается. Да. Он говорит, будешь, как Паша, раздолбаем. Раздолбаем. Раздолбаем, да, вот таким. Будешь прыгать на велосипеде, будут травмы много и так далее. Потом... Я сам богатый. У меня был кореш в школе, он катался на велике. Я начал с ним общаться. Вот. И потихонечку катался на велосипеде. Позвонил брату, говорю, брат, давай покатаемся как-нибудь. Он говорит, да, давай приезжай в Rocket Park. Вот. Приезжай в Rocket Park, покатаемся. Вот. Как только встал на велик, съехал с фанбокса, и я сразу бросил хоккей. Я хоккем пять лет занимался до этого. А хоккей, что ли, жестко? А почему ты бросил хоккей? Потому что, ну, у меня хоккей уже на тот момент доел. Потому что BMX был, блядь, жестче, понимаешь, чем хоккей. В тот момент BMX начал надоедать. И не знаю, просто понравился то, что экстрим тусовка – это как семья. А хоккей не семья, что ли? Нет, ну, в хоккее там всегда конкуренция идет. Неважно, в одной команде вы находитесь. Блядь, слушай, но BMX тоже конкуренция, честно. И в скидборде конкуренция, короче, была. Там нет такой... Мы там общались, короче, да, вот честно, короче. Ну, то есть, вот, Тавруна Арта, мой друг, да, там еще кто-то, короче. Мы конкурировали жестко. Ну, я, блядь, например, ебашу, да, там. Ну, нет, нет, спортивный интерес, да, честно, короче. Например, меня прет просто, я делаю трюки жестко, на меня смотрит, короче, да, там, ну, там, мой друг. Потом он фигачит, просто первые места занимает. Думаю, блин, странно, что-то меня не прет, короче. О, кстати говоря. И вот какие-то моменты просто. Есть ли конкуренция какая-нибудь с твоим братом? Ты хочешь добиться чего-нибудь больше, чем твой брат? Мне очень интересно. Ну, то есть, твой брат стал чемпионом России единожды. А ты еще в Краснодаре. Ты хочешь стать, как бы, тоже чемпионом России? Ну, конечно. Ну, в хорошем смысле, просто. Ты давишь все-таки в стрит. В стриту катались. Больше всего в стриту. То есть, ты хочешь стать, как бы, чемпионом в стриту? Не, мы раньше бились жестко, на самом деле, честно. Жестко раньше бились. Так, все, будем повышать? Типа, вроде бы, друзья. Да, да, конечно, будем, брат. Вот, все ставлю, короче. Сколько? 50, 100, Андрюха, а кто? 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Кто сыграет с ним? Я уже пацанул. Я не буду. Я тоже. А есть кто? Сколько? 450? Сейчас посмотрю, может, у меня комбинация. Брат, давайте, 16-ый, давай, взрывай. Ты можешь, да, сейчас такое вот. Сейчас можешь просто все выиграть, понимаешь? Ну вот, забери, просто, типа, 50. Опа, опа. Рано, ты сбиваешься, ты, блядь. Серьезно. Серьезно. Серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно. Так, одно сняли. Так, еще, короче. О, да ладно. Но я, тем более, видел твою карту, это ужасно. Так, ну что, будете поднимать кто-нибудь из вас? Да, я буду. Можно еще поднимать? Я подниму, короче, да. Да блин, уберите твою карту. Понимаешь, ты хочешь улететь? Что, ты будешь поднимать? Поднимаешь, нет? У меня проблемы. Все, вабанг, он вабанг. У кого тоже, типа, вабанг, все. Я все встал. Скрывайтесь, скрывайтесь. Ну там тройка. Так, а ты давай, у меня пара по пятерку. Я тебя подставил. Это валет, я думал, у тебя король. У меня пара по пятерку. Ты что, проиграл? Да, ты проиграл. Да, да, ты проиграл. Не слушай никого, когда играешь в покер, понимаешь? Все, хал. Не снимайте, вы слезы. Не снимайте. Не снимайте. Проиграл миллион. На спокойном движении. Честно, ребята, мне очень нужно ехать домой. Все, давай, есть, давайте, отправляемся. Спасибо за игру. Мы продолжаем, Женя? Да, мы продолжаем, да. Давай, я тебе завтра скину, типа, профайл здесь, потом потерял. Все. Да. Все, давай. Так, у нас выбыл один игрок, халтура покинул нас, смутьянин, который не умел играть, но теперь пойдет игра еще интереснее, я уверен. Окей, блайн. Он хорошо держался, он прям, знаешь, типа, рубака-парень, ва-банк постоянно. Да, да, на самом деле, бывает, таким везет, как бы был шанс, мне кажется, что он мог бы и выиграть вообще все. Так, давайте поговорим про блогеров. Вот, кстати говоря, интересно, вот в ОДБМХ, почему вы, как бы, так редко блогеров постите? Ну, потому что есть большая проблема с блогерами, на самом деле, что Елизавета Посадский, что Арина Брабус и так далее. Они изначально, как бы, ну, и Диль Магардей тоже, в том числе, они изначально писали нам, запустите наши дочки и так далее. Некоторых из них, особенно Арина, мы прям двигали, прям, с самого начала. Ну, я видел, да, постоянно какие-то там через день фотки с ней. Мы даже заставляли фоткаться, говорили, у тебя все получится, у тебя все получится, только там про нас что-нибудь скажи потом, а потом, как получается, они просто забивают хрен и говорят, нет, мы, типа, сами стали популярными. Поэтому, если кто-то просит постить, мы их постим, но не часто, по чуть-чуть. А я имею ввиду, а вот, например, блог... Перепелиться? Да не перепелиться, даже других, там, например, Степанова, ну, как бы, не встретишь... Антон Степанов? Да, не встретишь, как бы, блог Степанова. Ну, это небольшая конкуренция, на самом деле. А, то есть там резидент идет и ТСБ. А-а-а, то есть уже так. Если там запостят, типа, о, Эдит Степанов, мы запостим, а если деталька Степанова нет, извините, такая нет. Все, я понял. То есть, меры, как бы, райдеров Степанова, меры, как бы, Селезнева, например, как бы, не очень, да, все-таки такой? А Селезнев кто кто? Ну, Тимур Селезнев. А, все. Да, райдер для ТСБ. И сейчас довольно-таки неплохо поднялся, да? Да. Так, итак, что у нас там? Ну, я большой блайн поставил. Так, то есть, окей. Да-да-да, кстати говоря, все. Ух ты. Давай, счет 25. Неуверенный, но... Почитай уверенный. Может, 75? Да, 85 тогда. А ты, как блогер, как себя видишь? Я в том-то и дело, что я считаю себя не блогером, а контент-мейкером. А в чем разница? Контент-мейкер тот, который делает именно какой-то контент не только под себя, а вообще просто. То есть, любой может выйти из моих какие-то экшен, которые я организую, и делает себе контент. То есть, например, как бы тот же перепелица, да, приходит на мои события, участвует, снимает себе контент. Раньше были другие, как бы, там, фотографы, видеооператоры, которые приходили на мои какие-то события, которые я делаю. Ну, вот, шоу экстремальные. Там, Дима Гордея приходил на мои события и делал, как бы, контент с моих событий, таких как стрит-саммит, фестивали в Рокет-парке, там, где там еще. Ну, вот, Зенит-арены он тоже себе сделал, как бы. То есть, у меня вот есть события Зенит-арены, которые я пушу, да. Я полностью занимаюсь СИМ. У меня нет времени, как бы, ну, заняться съемкой этого, да. Я привлекаю каких-то операторов, да, которые там могут сделать отчет. Но блогингом я не могу заняться, потому что я полностью в организации, да. Но приходит такой, например, Дима Гордея и, как бы, на свободном стиле начинает рассказывать, как бы, как я тут открываю Зенит-арены. Не знаю, я смотрел, не смотрел, там, у него был, как бы, отчет, ну, не отчет, как бы, а просто блог, там, тоже, о том, как мы открывали Зенит-арены. Ну, вот. То есть, любой, как бы, может идти, даже, как бы, такой, как Дима Гордея, на мое событие сделать себе достаточно большое количество просмотров. Потому что это круто. Подожди. Это было, когда два года назад получилось? Зенит-арены, да, где-то там уже. Не, я видел тогда этот видосик. Ну, да, то есть, он там, как бы, как бы, как бы, как бы, ну, не дурно. Должно разменять соточку, конечно. Да, конечно. У вас там общий банк, да, этот один игрок. Блин, у меня тоже, как бы, с проблемкой. Играем его. Так, смотря, вообще, насколько... Ты что, сотку начинаешь, ты начинаешь? Нет, я разменял. А, тогда забери его. И не я, ты, подожди. Вообще, насколько это эффективно было, это Зенит-арена, вот это, вот, все то, что ты там делал. То есть, какой профит твой в этом? То есть, что ты получаешь за это? Ну, это просто, как бы, заказ. Ну, и я работаю под заказом, и есть заказ на какое-то событие, там, тут был заказ на событие открытия Зенит-арены. Нужно было сделать. А, изначально, я, кстати говоря, договорился с цифки РАМС. Ну, вот, кидай, если что. А, по-малому кинули. Сори. Так, ну, вот, что там, по-малой кинули. Значит, большой нам надо кидать. Ну, вот, и по-большому теперь, да. Ну, вот. И Зенит-арена спросил, что нужно сделать какое-то прикольное, красивое, интересное открытие. То есть, и предложили, как бы, ну, несколько вариантов. Вот. И, в любом случае, да, с цифки РАМС сначала договорился, но они потом слетели, и я приглашил Моисея. Моисея, да, как бы, сделал оборудование. Вот. И я придумал определенную программу, где-то, да, на треть всего открытия. Была, как бы, полностью моя программа, которую я срежиссировал. Потому что режиссер абсолютно ничего не понимал в экстриме. Я вот прям взял у него этот громкоговоритель и полностью поставил все номера. Ну, вот, мне заплатили за это денег. Ну, вот, райдеры заплатили за это денег. То есть, как бы, грубо говоря, как бы, вот, был интерес, как бы, коммерческий. В том числе, это событие было очень интересно. То, что, блин, ну, фига себе, такая фигня строилась, как у меня куча лет, и мы ее открываем. Ну, да, это очень жестко, на самом деле. Ну, то есть, не кто там, как бы, да, а именно мы. Это, как бы, с этой точки зрения, как бы, вот, как бы, ну, в первую очередь, конечно же, деньги, как бы. То есть, уже сейчас, как бы, мало интересны какие-то события, там, для, ну, авторитета, которые мы раньше делали. Ну, например, открытие третье сезонное делают для авторитета. То есть, это просто событие, с которым, практически, ничего не зарабатываю, сущие копейки. Но, просто собирая всех на улице, мне практически нельзя сделать рекламу. И ребята там собираются, получают какие-то, в общем, призы, что-то выигрывают, всем это нравится, все собираются, все вспоминают, как это, то есть, ну, давно не встречались, как бы, на улице. А тут, как бы, есть повод встретиться. И, получается, прикольное событие, где, как бы, действительно, райдеры, ну, нормально себя проявляют при этом. А как же еще волчья стая есть, там, вроде... Ну, это уже другое. Это Москва, волчья стая. А? Схожие вещи? Нет. То есть, разные вещи? То есть, волчья стая, абсолютно, как бы, ну, то есть, без спроса, неофициально, едет по городу, как бы. У нас нет такого, что мы едем по городу. Ехать по городу, ну, это проблематично, когда все разные ролики, скейбл, мы их самокат. Одной бутусы, конечно, как бы, это проще, как бы, в этом смысле. Как насчет того, чтобы все-таки выйти из рамок официальности и сделать что-то похожее в Питере? Да, по-моему, это было бы очень... Да это только можно на одну определенную дисциплину, нельзя сделать на все четыре. Ну... Ну, в принципе, да. Ты же ролик, ты же не бэмиксит. Было бы проще с тобой договориться тогда. Да, не, можно и сделать отдельно для бэмиксеров, как бы, но есть... Шмыга делает же, ну, свое событие, нормально. Ну, в принципе, да. Night Rider свои. Давайте, давайте, сейчас играем. По кругу. Против. А, кто начинает, я? Ты. Так, я чек. 25. 25. Красавчики. Ну, блин, давайте, да. Так, что же я... Да что, я все, я могу все сбрасывать, да сбрасывать. Так, эээ, я чек. 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 А я, блин, 25. А, че ты такое, слышишь? В смысле? Ну, конечно. Нельзя так. Можно. Так нет. Я запрещаю правилами. Так. Я говорю правилами. Охренеть. 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 Я говорю первый. Охренеть. 500. Я пас. Никто не поддерживает. Почему? Да ты слишком агрессивно пошел. У тебя даже пара есть, мне кажется, ты уже выиграешь. Мне кажется, у кирпича ничего нет просто. Да, я в любую. Играйся. Нет. У меня нет ничего. Это пас тоже, да? Нет. Сегодня будем показывать. Ага. Значит, у него ничего не было. А что у тебя было? Не знаю. Надо было, чтобы посмотреть, что у меня было, надо было играть. А можно сейчас просто взять и посмотреть на самом деле? Больше нифига не выйти. Надо ускоряться. Давайте, короче, повышать блайнды. Давай, окей. 50-100. Полтинник блайнды. Так. Ну что, давайте поговорим тогда про олимпиаду. Это же у нас как бы все-таки олимпиада скорость. В следующем году. Да. БМХ как бы у нас тоже в рамках олимпиады тебе представлен. Как вот ты на это смотришь? Тебе это вообще интересно? Ну, олимпиады. БМХ и олимпиады как бы. Либо ты все-таки там стрит, стритуха там, нет? Нет. Я наоборот за парк топлю. Потому что стрит стритом, но трючки учатся на БМХ именно в парке. То есть те, кто стрит катает, они чуть меднее учат, но естественно стильнее. Они, знаешь, более стабильные, более агрессивные. Это все круто смотрится, но трючки нужно в парках включить все-таки. И олимпиада проходит тоже в парке, не на стриту. То есть нужно парк, нужно больше парка. Но и в парке выглядит все очень эффектно. То есть люди, которые просто прохожие... То есть ты больше за спорт все-таки? За спорт? Ну, олимпиада это спорт. Я имею в виду именно спорт. А стриток это не спорт? Стрит это все-таки, ну, это спорт, но с примесью как бы там хей-хей, тусы, короче. Не, ну... А олимпиада именно парк это конкретно как бы спортивный как бы яркий. Ну что там у нас как бы... В целом за БМХ, понимаешь? Большие бладьи сразу же давайте. Да. Просто я не развеял это. Типа как спорт, не спорт. Для меня есть стрит просто и парк. И просто парк как-то более эффективнее в плане распространения. Вот. И олимпиада Токио это... Это, знаешь, такая тема, которая сделает БМХ именно очень... Не знаю, чуть ли не бессмертным. То есть если что-то попадает на Олимпиаду, то значит это в ближайшее время не вымрет. И для оборотов БМХ, а для БМХ в целом это просто охренительная тема. Мне кажется это годно. А ты что скажешь стритрайдер и Олег Терентьев? Если честно, я рад, что БМХ вышел на новый уровень из уличного андеграунда. Но ты же стритрайдер, ты должен наоборот как бы гласить, что нет, это не круто, что это убьет БМХ. Есть же такое мнение, что это убьет БМХ. Что это станет делать БМХ и окончательно спорт. И БМХ как культура таких типа там клевых, кайфовых ребят как бы исчезнет. То есть это станет педакультура тех же самых, не знаю, не футболистов, но тех же самых гимнастов. Сама культура. Тех рабаты, которые будут готовиться с тренером вставать в 8 утра. Сама культура может и пропасть. Но то, что появятся зюшоры. Зюшоры? Зюшоры. Спортивно-детские и юношеские школы. Ааа. Которые будут тренировать детей, и у них станет намного популярнее. Ну из уличного спорта. Просто самое 200. Сколько? Да, еще 100 будет. Ну? Вот. Из уличного спорта. Ну из уличной движухи появится настоящий спорт. Получится. И родители будут отправлять детей в юношеские школы с тренером. И BMX, мне кажется, вырастет из уличного спорта. Ну из уличного движухи в реальный спорте. Ну а мое мнение все-таки, на самом деле, что этот парковый... Чек, бля. Что этот парковый... Чек, нет? Чек. Как раз таки контест, как бы, выведет в том числе новый интерес на уличный. Потому что некоторые вас смотрят, да, скажут, ой, нифига себе, как круто. Ну вот. И будут интересоваться больше, что происходит еще около этого. То есть там BMX. А другие скажут, блин, вообще было не круто, как бы, ну то есть... А вот стритрайдеры крутые. Больше уважают стритуку. Что, типа, вот, как бы, им показалось, что это, как бы, стало спортом. То есть, в любом случае, мне кажется, стрит, как бы, ну, победит. То есть, и выиграет от этого то, что BMX будет в олимпиаде. То есть, популяризация так или иначе все равно произойдет. И те райдеры, кто считает, что... Это убьет BMX. Ну, как бы, точно так же, как бы, неправы, когда говорили, что... Не знаю, телевидение убьет книги, там, не знаю. Что интернет убьет, там, телевидение. То есть, это, как бы, типа, ну просто переходит на другой уровень. Я считаю. Так. Я согласен с твоим мнением, на самом деле. Потому что, типа, если поднимать... Ну, BMX где-то поднимается, он поднимается в общем, а не только в одном месте. И не убьет это ни стрит, ни парк. То есть, это... Нет. Согласен. В общем. Ну, просто, да, появится уже, как бы, разнообразие. Может, как бы, ребята, не все, как бы, раньше все катались в стрите, да. И не было выбора просто, что идти, как бы, парков просто тупо не было. Теперь появились парки, как бы, есть выбор, да, не будет уже повально идти в стрит. Но зато стритом будут заниматься самые-самые. То есть, те, которые именно туда пошли, там, сознательно, а не потому, что ничего другого нет. Или наоборот, бессознательно, кому стыдно в парк приехать, тоже на стритке начнут, не было там продвигаться. Я сотку поднял. Сотку поднял, пас. Ты пас. Давай, собираем. Давай. Все, скрываемся. Давай. У меня тройка. А у тебя двойка, пара. Ну, у тебя две пары, но у меня тройка. Тройка выше. Да, да, забираешь. Блин, что-то я сливаю с отрочкой. Все, наверное, у меня гибель, а у тебя у меня меня. Кстати, есть такой вопросик очень важный. Может, ты статистику ведешь какую-то по экстремалам, по миксерам, роллерам, самокатерам, скейтерам. Есть такое что-нибудь у тебя? Ну, конечно. Ну, вот. Типа, за последнее время перемешаю. Типа, кого становится больше, кого меньше или вообще как-то меняется? Да, без статистики понятно, что самокатчиков, конечно, становится гораздо больше. Из-за чего невероятно переживают скейтеры, потому что те люди, которые раньше покупали скейтборды, они теперь покупают скейты. То есть те фирмы, которые раньше на этих пизюках наваривали деньги, они понимают, что эти деньги уходят в самокат. Но из-за этого они невероятно переживают, вводят, пытаются всячески самокат как-то загнобить. Ну, вот. То есть самокатчиков сейчас, конечно, подавляющее количество. Скейтеров, как бы, чуть меньше, но они старше. То есть их, как бы, ну, в принципе, если так сравнить, роллеров на самом деле очень много. Но фитнес, которые просто ездят, то есть экстремальных, как бы, стало очень мало. Их практически не осталось, как бы, то есть вообще единицы, единицы, единицы. Экстремальный спорт умирает по причине того, что ригер-клуб, как бы, монополизировал полностью, как бы, экстрим-тему. И невозможности развиваться нет. Ну, да, то есть самокатчиков самое большое количество. Скейтеров, как бы, чуть меньше, но они более маргинальные, меньше, как бы, покупают что-либо. Ты уже такие ставки делаете? Да, ну, как бы. Это пас. А, в смысле? Ну, вот. И, короче, скейтер больше маргинальный, меньше покупают. Следующие по количеству BMX-еры. Ну, вот, только их тоже очень много, конечно. Ну, вот, и, к сожалению, экстремальных роллеров подавляюще мало. Черт. Ну, вот. Хотя в Москве собирается, значит, не маленькое количество на Street Finals, но по сравнению с той же КПМ-мочистой, в общем, даже рядом не стояло. Ладно, смотри, я услышал про роллеров. Кто, кто победил? Я. Я услышал про роллеров, про скейтеров, про самокатеров. Ну, в принципе, самокатер, да, это очевидно. Значит, роллеров еще интересно, потому что они умирают. Это, на самом деле, печальненько, но, мне кажется. Ну, вот мне недавно брали интервью в этом сауне. Давай, я помешаю. А, да. Недавно брали интервью в этот самый Матч ТВ. И, короче, они говорят, как же так, что ты же роллер организуешь кого-то другого. Я говорю, а почему бы нет? То есть мы, как роллеры, остаемся в антеграунде. Ну, делаем какую-то другую фишку, там, не знаю, антеграун. На самом деле точно очень хорошее такое развитие в плане свободного мышления, что мы можем делать что угодно. Ну, развиваем, как бы, близкую, как бы, по теме, по другую тему, например, BMX самокат. Ну, то есть, в принципе, это нормально, логично. Почему бы нет? Но, как бы, с точки зрения, как бы, большой толпы, роллеры меня не могут, как бы, обвинить в том, что я, там, сделал, как бы, попсу из роликов, да, там, сам катая спокойно с ними, типа, ну, как бы, ну, просто роллеры не хотят, как бы, из роликов, чтобы была попса, как бы, они хотят оставаться в антеграунде. Ну, там не только у играл. В отличие, например, от тех же самых самокатчиков и БМК. То есть, они не хотят как-то закрепиться... В этом есть очень отличие, потому что скейтеры и роллеры в этом очень близкие. Скейтеры и роллеры, они, как бы, хотят быть, такие, типа, хулиганы... Неполица особо. То есть, чтобы они катались, а остальные не катались? Нет, они хотят оставаться хулиганами. А, а на БМК-сере и самокат, они хотят получать больше спорт идти и зарабатывать бабки на этом. У скейтеров и роллеров больше говорит философия, то, чтобы ты, типа, должен, как бы, просто работать днем какому-нибудь там заводе а вечером кататься с друзьями пивай пивко это типа true а вот тоже ты типа катаешься каждый день в скейт-парке и дрочишь штуки это задрот значит и вообще как бы не плево чем смотри но я не услышал статистику по бэмиксам насколько изменилась она я думаю это очень интересная тема все таки мысли изменилась как бы когда я начинал как бы вообще было два бэмиксера на весь город но на весь санкт-петербург последние пять лет конкретно интересует вот допустим 2013 там прямо их дофигище было но было равно кого-то что крутая там волна а жарков андреев riders но это было по public riders но вот гасилика вы нормально стиль но сейчас это пропал дежурка riders андрей перестал раньше часто выпускал но то есть это к сожалению но поэтому то есть страйверов стало гораздо больше рынок стал больше но но подражали как бы запчасти пять лет назад короче все было дешевле вазы и было бы дорого по больше ну вот если народ покупал как бы не думаю сейчас как бы чтобы какую-то запчасть купить то есть как бы пять раз подумают прежде чем как бы это сделать но есть куча барахалок есть всякие прайс-стриты резиденты и прочая фигня так что раньше все брали новые не пались а раньше негде было брать бушные так далее еще мало кто катался но и в целом детали очень сильно дорожают во первых потому что россия гасит импорт очень жесткая точнее внутри страны ввоз и плюс еще доллар резко подскочил вот это очень жесткий по тех кто делает в мир тсб это остальные они почему-то делать тоже такие недешевые достаточно а ну потому что они популярны они уже пользуются просто тем что они должны был кого бы идея быть два раза дешевле чем выбор ну вот глиня на прайс-стрит резиденты то те же самые шатуны то есть 40 шлицов chrome молиблен термообработанные такие же допустим ну по сути почти то же самое что у брендированных всяких вот и пешек и так далее который стоит по 12-14 тысяч но цены у них по 7000 по 8000 то есть два различного цена 2015 года наверное получается но поскольку это бренд неизвестный его никто просто не берет и обычно хейтит такое он сотку поставил я поддерживаю короче в чем суть боймиксеры и троллеры не знаю самокатеры сами убивают цену на свои детали то есть они покупают зарубежные говорят что они крутой все остальное говно вот и просто сами не хотят покупать на самом деле очень хорошая тема на самом деле так и есть реально мера есть и бренд and enter а ты поставил все вот есть биттер да который петербургский и в общем-то всем бы как бы так взять как бы из какой водка бы нафиг этот nike нафиг остальные как бренды там какие-то крутые но давайте выносить кого свое но долгое время как бы хейтили как бы до сих пор в общем-то эти но ваши ставки но и я вот этого не абсолютно не понимаю скрывать ничего но это на самом деле же дышка да у него восьмерка лол я согласен то есть обычно покупатели сами себе делают такую свинью подкидывает это очень да нет кого такого единства если вы бы действительно как вы наш это все раска бы решили как бы ну продвинуть свой бренд но был бы гораздо у нас как бы больше днежника и все остальное но сейчас он мир а вот тема лсм как бы например да я не знаю что у вас там какие-то контры непонятки как бы но само по себе ну чел как бы просто делает рули как бы делая там это самое ничего плохого в этом не вижу взяли захейтили как бы с ничего хотя как бы ну то есть начали какие-то писать как бы эти вещи непонятны но чел расстроился перестал как бы заниматься он не перестал заниматься это мой близкий друг можно так сказать то есть вообще его под начал все это делать изначально да вот и лсм ты привел пример как уже такого расшаренного бренда ли как просто захейченного захейченный который закрылся но не закрылся он уже заказал детали он будет дальше будет наверно секретная информация говоришь да ладно да то есть тогда ты говоришь закрывался на самом деле не закрывался поэтому и получил от тебя не информация было очень обидно самом деле были на это у меня дезинфактировали все скрывать и за у меня пара восьмерок у меня два черт я это нормально играет оказывается да еще интересно все таки вот он стал чемпионом россии твой брат лет пять-шесть назад что-то об этом подумал вообще как-то об этом узнал будет и город своего брата я гордился всем одноклассником рассказывал мне о братчиком россии а все спрашивают что такое бейникс неплохо и что-то показывал вещь как это было я всем видел в контакте показывал вот это мой брат сам захотел только через пустяне некоторое время почему так ну потому что на тот момент меня бейникс не привлекал я занимался другой деятельностью я занимаюсь хоккеем да и на тот момент мне хоккей нравился а почему теперь становится мне надоело дисциплина то что нужно приходить в четыре часа каждый день на тренировку для суши но не хватало вот этой свободы free free style то что ему сам себе режиссер может приезжать скейт-парк сам все тренироваться во сколько хочешь как хочешь в общем на этом мы думаю мы и закончим же психоньку давайте подведем итог кто нас победил ну получается у нас пара себя у тебя высшая карта пара просто с парой вместе взяты мне не хватило одной карты до хаоса скейт-парк не выиграл потому что я выиграл только 400 на самом деле будем продолжать в общем на самом деле давайте да как бы с тобой разделим как бы да спасибо за перу ребятки узнаю надеюсь много-много интересного и спасибо вам за отличную беседу потому что на самом деле сам все не дал то очень узнал тебя спасибо за игру спасибо что вы смотрели нашу игру послушали о том что мы говорили мы обсудили много тем самом деле кого реально победил артур как бы все что-то пошло спасибо тебе большое за это ярик спасибо тебе за то что ты сражался достойно обсудили много тем интересных если вам понравилось это ставьте лайк обязательно подписывайтесь так пишите в комментариях что нужно будет обсудить следующий раз и мы соберем еще один такой стол и продолжим эти интересные рассуждения за вечерние суждения до школа улиц кирпич артур шовкин ярик с нам был халк покер да халтур андрей и все